Хей, ребят, я Стин, и добро пожаловать на новостное шоу Let's Go, где я буду еженедельно обсуждать новости, посвященные компьютерным играм и все, что с ними связано. И сразу скажу, что этот проект никак не повлияет на выход следующих роликов. Например, сейчас я уже занимаюсь обзором новой игры. Ну помните эти обзоры, где я бомблю, в принципе, на не очень хорошие игры? Да, они еще будут. И прямо сейчас готовится новый выпуск, поэтому можете поставить лайк, чтобы он быстрее вышел. А мы переходим к новостям. Star Wars Battlefront. Все в курсах, что он скоро выйдет. Причем с того, что компания Sony выпустит специальную серию PlayStation 4, которая будет разрисована в тематику Star Wars. То есть на самой консоли мы увидим лицо Дарт Вейдера, а вот контроллер DualShock тоже изменит хорошо. Там разукрасят кнопки в красно-синее, белые цвета, антачпад нанесут узор из повторяющегося логотипа Star Wars. Вкратце, такие наборы в России будут продаваться 17 ноября. И вы, наверное, подумали, что в этом нет ничего особенного. Просто обычный маркетинговый ход херта. Сейчас вы офигеете, потому что два Боинга решили разрисовать в цвета Звездных Войнов. Боингов! Самолетов, мать вашу! Один из самолетов будет напоминать про скраски R2-D2, а второй будет похож на BB-8 из вот нового эпизода «Пробуждение силы». Мне кажется, это уж слишком. Хотя надо признать, что идеи достаточно забавны. Но, мне кажется, что-то не хватает. Поэтому, Анна, если вы меня смотрите, добавьте в такие Боинги, пожалуйста, вместо стюардесс имперских штурмовиков. А насчет пилотов, ну, можно посадить какого-нибудь Дарта Вейдера и Императора. По-моему, будет супер. Нежданно-негаданно, Call of Duty Black Ops 3 появился на прилавках Стима. Точнее, предзаказ на него появился. И на прилавках это очень сумбурно звучит, потому что... Потому что это интернет. Все бы ничего, Black Ops 3, Call of Duty, новая... Хорошая... Игра... Black Ops особенно хорошая. Но цена на нее очень сильно кусается. Просто за одну копию Black Ops 3 мы платим, внимание, 2 500... А, извините, 2 599. Вот. Просто для справочки, трилогия гребаного его, Ведьмакат, стоит меньше. Ведьмак 3 вместе с двумя другими частями. Black Ops 3. Чувствуете разницу, да? А Deluxe версия будет стоить 4 400 рублей. Понимаете, все бы ничего, но такие цены для Black Ops... Вот именно Black Ops. Это слишком. Хочу напомнить, что Call of Duty Black Ops для многих была той игрой, из-за которой эта серия была нахрен выброшена в окно многими геймерами. В том числе и мной. Все помнят ту ужаснейшую концовку. Все ждали MV3, которая вышла и которая соснула. Но все-таки в этих предзаказах есть хоть один плюс. Во-первых, вы сможете сыграть в бета-версию игры. То бишь, бета-тест. На PlayStation 4 он продлится до 23 августа. А для Xbox One и платформы PC это будет с 26 по 30 августа. Поэтому, если вы, ну, правда, очень хотите поиграть и удостовериться, что это будет не очень, покупайте. Сама же Call of Duty Black Ops 3 выходит 6 ноября 2015 года. Half-Life 3 анонсировали. Анонсировали, но не анонсировали. Потому что, опять, скорее всего, это слух. Дело вот в чем. Пользователь под ником John Strelling опубликовал на Reddit пост, в котором заявил, что был игровым тестером Valve и рассказал о следующей части Left 4 Dead и о сроках выхода Half-Life 3. По его словам, вообще не существует ни одного билда игры Half-Life 3, не существует даже какого-то намека на разработку и даже какого-то сценария сюжета. Но при этом сам парень утверждает, что игра выйдет в конце 2017 года. Клево! Я даже не знаю, как так быстро Valve успеют сделать игру. Уж очень много людей в последнее время оказываются недовольными сотрудниками из Valve. Ну, как вы понимаете. Именно по этой причине Джон и слил эту информацию в сеть. Что касается Left 4 Dead нового, здесь немножко информация поточнее. Во-первых, игра будет называться либо Undead Rizing, либо Back From The Dead. И станет следующим проектом класса FreeA от Valve. Над игрой уже активно работают. Действия некоторых глав будет происходить в день вспышки инфекции. События других спустя месяц. Также в самой игре будет 6 компаний. Ну, в принципе, как и в Left 4 Dead 1 и Left 4 Dead 2. То есть, все осталось таким же, только новая часть. И я думаю, что она все-таки оставит в себе все самое лучшее и добавит что-то новенькое. А помните игру FlatOut? Ну да, ту самую игру, где мы долбили всех машинами и разрушали просто все херам. Так вот, была анонсирована на Gamescom новая часть. И только что опубликованы новые скриншоты. Что касается подробностей, FlatOut 4 Total Insanity пока неизвестны. Однако, Killaton обещает одну из самых ярких в истории франшизы. Кроме того, создатели намерены сотрудничать с фанатами в ходе работы над игрой. Новая информация о Total Insanity появится в ближайшие месяцы. Релиз самой игры ожидается в 2016 году на PC, PlayStation 4 и Xbox One. И медленно переходим в Китай, где ребята делают клон PlayStation 4 с джойстиком Xbox 360. Нет, если вы помните огромное количество клонов PSP, которые выпускались из Китая, то забудьте, пришло новое время. Только теперь они будут это делать через Kickstarter. То есть, ребята делают гребаный PlayStation джойстиком Xbox, который, по сути, будет стоить 70 долларов. Неплохо. Но за эту работу не требует 15 тысяч долларов. И теперь я просто вкратце вам скажу, что эти будут представлять характеристики данного продукта. Характеристики приставки, понятное дело, значительно слабее японской системы. 2 гигабайта оперативной памяти, 16 гигабайта внутренней с возможностью расширения через microSD. Есть 2 USB порта, один стандарта 3.0, другой 2.0. Видеовыход лишь один, HDMI, работает консоль под управлением андроида. Ну, вы понимаете, да? PlayStation 4 на мать его андроиде. Больше всего улыбка вызывает заявление разработчиков, что они очень долго думали над дизайном. Китайцы! Это пока что все новости на сегодняшнюю неделю. Встретимся на следующей. Оставляйте ваши комментарии по поводу того, как вам проект и что вы хотите еще увидеть тут. Ну и, конечно же, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые ролики. А с вами был Stink. Я желаю вам удачи. Играйте в хорошие игры. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok